Всем привет дорогие зрители, с вами Вистер Шпилкес и мы возвращаемся на суровую планету Икар и продолжаем ее исследование и выживание в игре Икарус. Друзья, начало у нас ожидается достаточно бодрым, играя здесь за кадром меня настигла буря, но буря не простая, новая, гроза с молниями, это выглядит достаточно страшно, молнии бьют в землю, как говорят в комментариях, что молнии способны поджигать здания, поджигать деревья. Ну что ж, посмотрим, одна молния попала в нашего бальдера, подожгла его, мне пришлось срочно бежать в воду, я в итоге потушился, но не знаю, что будет сейчас дальше происходить, что ж, давайте начинать и посмотрим, что случится. Как говорится, мы в домике, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас творится снаружи. Снаружи творится полный ад, друзья, полнейший. Вроде как визуально кажется, что солнышко, все нормально, классно, здорово, но молнии бьют периодически в землю. И вот я говорю, одна попала прямо в бальдера, вот где-то в этом месте я стоял, она шарахнула по мне, я тут же в воду полез, потушился. Вот снова сверкнуло, да? Вполне возможно, что домишко наш сгорит, друзья. Признать это нужно, да, вполне возможно, я не знаю, конечно, точно. Вот, смотрите, снова, да, облачко появилось. Боже, какая жесть, какая чертова жесть. Даже здоровье у меня отнято немного, потому что... Молния, видимо, попала. Да, смотрите, они бьют прямо в деревья куда-то, в лес. И загорелось дерево впереди. У меня даже мурашки бегают, серьезно, прям безумно атмосферно это сделано, очень круто. Но если шарахнет такая молния рядом с нашим домиком, я думаю, что сгорит он. Даже если деревья, вот, ближайшие подожжет, я думаю, что у нас не будет особо вариантов. И на полоске ивента видно, да, что у нас промежутки есть какие-то обычные и красные промежутки. Видимо, вот в эти промежутки и будет усиленно долбить молния. Вот, снова начинается такой промежуток. Я специально бегаю сейчас по улице просто для того, чтобы, ну, получить эту молнию. Да, как ни странно это звучит, потому что... Это будет интересно. Куда, куда, куда ударило? Где? Где, куда? Нет, скорее всего, в деревья не попало, просто, видимо, ударило где-то в землю. Домик цел? Вроде цел пока. У нас растет уязвимость, но мы можем, в принципе, спрятаться в домике, хотя в скорости закончится уже этот ивент. По полосочке видно. Он попал в домик, да? Да ладно, серьезно. Попал в домик, гад проклятый. Чертова молния. Давайте попробуем как-то чинить, я не знаю, может... А что может, друзья? Все, нет у нас больше домика. Пойдем хотя бы спальник успеем забрать, может быть. Там, правда, еще ящик с ресурсами, но это ладно, черт с им с ящиком. Удерживайте, чтобы подобрать. Давайте забирать спальник. Все. А нет, смотри, потухло, да? Вроде бы само потухло. Господи, какая жесть! Просто какая это жесть! Олень, извини. И мне нужен. И ты, и ты. Мне нужно немножко меха набить. И ты, и ты, и ты. Вот как-то так. Слушайте, ну это было действительно круто. Это было прям до мурашек. Офигенно. Так, ладно. Хотел домик починить. Хотел оленей разрезать. Давайте что-нибудь с вами сделаем. Кстати, посоветовали в комментариях сделать костяной нож. Я что-то как-то сперва не хотел, но написали, что с него выхлоп больше. Вообще, задача такова сегодня. Нам снова нужен мех для того, чтобы сделать второй спальник. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, волчок-тихо. Тихо-тихо, серый бачок. Чпоник. Слушай, они меня не видят, что ли, получается? В упор как-то, да? Ну ладно, я согласен. В общем-то. На такой расклад. Семь. Смотрите. Восемь. Семь. Отлично. Что-то у нас, по-моему, было вроде бы... Нет. Нет, не было. Я прокачал еще... А там кто, кстати, застрял? Давайте-ка посмотрим. Прокачал костяные стрелы. Ну, точнее, не прокачал, а научился их делать. А, там волчок. Там волчок. Это очень хорошо. Это очень-очень хорошо. Мы сейчас примерно рассчитаем, где он там. Отлично, рассчитали. Ну, как бы без стелса, но тем не менее. Все, ты остановился, друг мой? Хочу сделать еще один спальник, потому что, друзья, мы сегодня будем совершать с вами вылазку на сканирование. А вот как, собственно, горят деревья, да? Кролик, извини, друг. Ничего личного. Может быть, из тебя мех выпадет. Нет, мех не упал. Упало мясо. Но косточки тоже заберем. Да, безумная гроза на самом деле была. Так, животное поперли. Это хорошо, кстати. В какой-то степени. А, ножичек, кстати, скоро сломается. Да, давайте починим. Может, что-то нужно в починке. Видимо, одна косточка, да? Но косточек у нас предостаточно. Очень быстро садится, конечно, вот это вот все, хотел сказать, оборудование, нет, инструменты. Как раз таки оборудования у нас толком с вами нет, кроме костра. Ломаем вот эти скелеты, забираем кости для костяных стрел. Пойдем проверим, что там с домиком у нас. Нужно ли его починить? Ну, в принципе, он не сгорает, короче, как я понял, да? То есть получает урон, но не выгорает полностью. Это, конечно, не очень правильно, но это в то же время хорошо. По идее, деревянный дом должен сгореть полностью. У него нет шансов никаких совершенно. Так, зажигаем костер, жарим это приготовленное мясо. Вот, 16 кусков мяса положим. Проверяем, у нас 24 меха. Отлично, нам хватает еще на один спальник. Тогда этот спальник мы с вами размещаем здесь обратно. И на вылазку отправимся со своим спальником. Все, хорошо. Давайте пока, наверное, да, зададим точку воскрешения здесь. Потом, когда установим свой спальник где-то там на миссии, да, куда отправимся на сканирование, там мы уже потом решим. Пожарил здесь еще рыбку за кадром, половил, потому что говорят, что нужно употреблять мясо, рыба, овощи или ягоды вот в таком порядке. Тогда будет здоровья еще больше. Давайте, кстати, это проверим. Кушаем так, кушаем так и тыкву. В итоге получаем, ну, наверное, да, наверное, больше. Пока сложно определить. Кстати, не будет лишним, наверное, нам немножко поохотиться, да, еще. Костяные стрелы отрабатывают отлично. А давайте мы переплывем. Блин, там дерево горит. Может сжечь наш домик. Ну, по идее, не должно. Сейчас мы вот так вот с вами переплывем по-быстренькому. Заодно попьем воды. Процесс, конечно, интересный. Каким-то образом наш герой там насыщает себя водой. Так, хорошо. У нас с вами пока складывается все прекрасно, и домик наш не сгорел. Я почему-то думал, что все, он прям вот сгорит конкретно. Тихо, тихо, тихо. Ах, тыж, 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 заметил, да, гад? Ну, ладно. Сейчас мы вот этого оленя будем брать. Короче, мы с вами отсюда не уйдем, потому что это мех, блин. А мех это спальники. Это очень круто на самом деле. Да и прокачка, опять же. Да и кости, опять же. То есть много здесь плюсов. Но горящие деревья сделаны, конечно, ну, как-то я не знаю. Ну, как угодно, но не как горящие деревья. Рыба, стой. Сейчас запотрошу. Как по мне, нет, не совсем они похожи на горящие деревья, но ладно. К этому моменту мы особо не будем придираться. Сейчас еще, наверное, себе стрел костяных сделаем. Проверим, что у нас вот здесь. Приготовленное мясо есть, да, хорошо. Ну, в принципе, много-то нам не нужно, по-хорошему, да? Давайте подбросим деревце немножко. Я не знаю, я себя облегчу по максимуму, наверное. Сейчас мы разберемся со стрелами костяными. Сколько мы можем сделать? Да, в принципе, много. Единственное, что нам нужно оставить костей для того, чтобы ремонтировать... Не, подожди, максимально не надо. Давай 20. Для того, чтобы ремонтировать костяной нож. Ну, и, в принципе, запасик костей не повредит. Ресурсы, конечно, здорово вылетают, но ладно. В принципе, они и фармятся-то тоже неплохо. Так, смотрим, что у нас здесь в ящике. Что мы можем выложить? Камни, наверное, убираем. Нам лишний вес ни к чему. Убираем дерево. Тоже, по возможности, мы это все дело нафармим, если будет такая необходимость. Сырое мясо в костер. 54 стрелы. А что у нас с оксидом? Давайте посмотрим. У меня что-то много там заряжено, да. Но у меня 38 оксида с собой. Ну, и все, наверное, да. Сделаем сейчас еще спальник, давайте. Один. Ремесло, да, вот он, спальник. Один можем сделать, интересно. Да, нам немножко не хватает. Хорошо. Ну, один тоже хорошо. Мы его берем с собой в наш поход. И идем сканировать. Если честно, друзья, я знаю, что будет на этих точках. Знаю, потому что в комментариях рассказали. Но, как бы, в целом, конечно, не стоило бы спойлерить, да. Ну, ладно, это, в общем, не такой уж и спойлер, в принципе. Но я немножко знаю, что там будет. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь, что мы можем прокачать. Что-то, я помню, было. Получайте больше ресурсов от охоты. Выход мяса, выход костей. Блин, полезно. Выход свежевания. То есть, это больше ресурсов типа меха. Вот это вообще полезные штуки, на самом деле. Посмотрим, что у нас здесь. Уменьшение веса строительных элементов в вашем инвентаре. Ну, такое. Ломовая лошадь. Увеличение переносимого веса. Звучит заманчиво, но... Не знаю. Вот, вы получаете больше опыта, когда не состоите в отряде. Обязательно берем. Обязательно. Это наша прокачка, друзья. Это по-любому берем. Я не знаю, будем ли мы брать все мясо. Зачем нам 18, да? Хотя оно ничего не весит. Какая нам разница? Давайте берем все. Просто съедим ягодку, чтобы обновить вот эту штуку. Это сюда. И, собственно, да. Не знаю. Да пускай дожарится, наверное. Какая разница? Вернемся потом, может быть, к этому домику. Или не вернемся. Не знаю. Посмотрим. Проверяем все наше снаряжение. Что у нас имеется? Умеется, в общем-то, все, что нужно. Спальник есть. Это есть. Бинты есть. Лук есть. И давайте посмотрим, где у нас ближайшая точка сканирования, да? Ну, ближайшая вот здесь. Недалеко. Ставим меточку туда. Ну и все, по пути. Если что, будем охотиться еще. Вон там прыгает оленек. Сейчас его заберем. Вот этого возьмем. И еще одного. Да, костяные стрелы, на самом деле, неплохо наваливают. Олененок, извини. Друг, ничего личного совершенно. Я животных люблю, но сейчас себя люблю немножко больше, чем вас. Так, что мы получаем? Кстати, получаем. Да, смотрите, мех. С олененка три меха, блин, получаем. А со взрослого оленя порой ничего. Да, блин, крайне странно. Так, тихо, тихо, волчишка, волчишка. Стопэ, где ты? Иди сюда. Рану мне посадил, да? Ну ладно, мы сейчас этот вопрос уладим. Мы сейчас этот вопрос уладим. Да, мех, мясо, хорошо, все идет. Что нас с перевесом? Да вы запарили, где ты? Стоять! Боятся! Смотри, трепет, гады, да? Откуда-то навалило, наверное, на скелеты, может быть. Но я, в принципе, сейчас бы эти все скелеты подобрал. Как-то быстро они сориентировались. Так, хорошо. Но, с другой стороны, мы с вами сейчас подняли опыта очень много. Прям на ровном месте опыта с вами подняли. Так, кто у нас там? Олень. Хорошо. Друзья, я не буду вот этим пренебрегать. Буду обязательно добывать животных. Потому что это мех, который нужен на спальнике. Спальника, в принципе, много не бывает. Их тут можно разбросать везде. Да и опять же, мясо, кости для стрел, да? Кожа для тех же костей. В смысле, для тех же стрел. Для тех же костей. Нет, для стрел, конечно же. Давайте, наверное, бинтик примерим, да? Потому что вот эта рана не даст возможности восстанавливаться здоровью нашему. Ну и, в общем, все. Идем дальше. Починим сейчас наше оружие. Давайте молоточек. А, молоточек не починим, потому что нам нужно дерево. Окей. Впереди я вижу какие-то тыквы. Пойдем заберем их. Немножко тыкв соберем. Можно и в сыром виде, но лучше, конечно, в приготовленном. Ну ладно. Ничего страшного. Так, единственный момент, конечно, блин. Давайте, наверное, мясо съедим. Оно вроде как восстанавливает здоровье. Потому что нам бы добить эту полосочку. Было бы очень даже неплохо. Употребление кислорода, да? Вода при употреблении, кстати. Смотрите, да, у нас восстанавливается вода арбузами. А вот здесь? Нет, здесь только пища. Блин, арбузики тогда нужны. Где-то поискать. Но вот впереди я вижу только тыквы. Возьмем-ка мы нож, потому что вроде как с волками, с ножом удобно разбираться. Ой, слушай, тут поляна прям тыквенная, смотри, офигенная. Вот лучше бы арбузов столько было. Вода как-то очень быстро садится. Ну, в смысле, жажда очень быстро приходит. Так. Поохотимся немножко. Сейчас поймем, где у него будет голова, когда он сваливается. Вот где-то здесь. Хорошо. Сколько получаем? 436 за каждую серну. Или кто это? Вроде серны, по-моему, да? Да. Опять же мех. Кости. И стрела наша назад тоже возвращается. Все, здоровье восстановилось. И по идее мы с вами уже должны подойти. Эта точка вроде бы была не слишком далеко, да? Главное, друзья, нам не забыть поставить спальник и сделать точку воскрешения. Там придут дикие животные во время этого сканирования. Блин, два раза разделал тушу, пол ножа уже нет. Мне кажется, даже самый дешевый нож из какого-нибудь фикс прайса должен, наверное, как-то получше работать. Серна убежала, заметила меня. У меня прокачан немножко стелс. В талантах чуть прокачал себе стелс. Вроде как должны поменьше меня замечать животные. Я бы, наверное, какую-нибудь избушку бы смастерил. Но что-то как-то не знаю. Я думаю, что особого смысла в этом нет. О, кстати, смотри. Высокий камень, да? Высокий камень. Высокий камень. А ну-ка. Нет, друзья, камни мне не нужны. Не подумайте ничего такого. Мне нужно сделать ступеньку. Еще одну. О, идеально. Давай-ка попробуем. Блин, на этот нельзя, да? Обидно. А куда можно? Просто на землю, да? Под камень. Слушай, а где наша точка сканирования? Мы уже должны прийти были. Да, все. Мы уже прям практически перед ней стоим. Вот, вот. Это место, да. Там светится какая-то штука. Наверное, туда нужен сканер будет поставить. Давайте мы, наверное, сделаем вот здесь точку возрождения, да? Удерживайте, чтобы подобрать. Эта кровать должна размещаться в более защищенном убежище. Ну вот, собственно, и все стало на свои места, да? То есть нам без домика, даже самого примитивного, видимо, сейчас не обойтись. Ну что ж, давайте, наверное, попробуем что-то сгородить. Так, у нас там кто убегает? Кролик. Нет, ребятушки, вы мне все не нужны. Ладно, друзья, сейчас я заготовлю дерево, сделаю маленькую коробочку, буквально там один на один метр. И мы с вами тогда в ней поставим спальник и как-то обоснуемся. Все, друзья, закончил. Знакомьтесь, моя избушка на курьих ножках. Ну, почти на курьих, но очень похоже. У нас, кстати, есть проблема. У нас проблема с водой. Давайте мы сейчас до водоема. Я уже установил туда спальник, в эту избушку. Так, ты на нужном месте. Не-не-не-не, я не на нужном месте, друг мой. Мое нужное место находится вон там, внизу. Там пруд есть какой-то. Давайте до него, друзья, нам нужно срочно попить. Обязательно. И погода, да? Какая, буря. Блин, короче, жесть. Просто жесть, друзья. Как все совпало, сейчас неприятно на самом деле. Погнали. Берем нож в руки. Идем в воду. Сидим сейчас там, напиваемся. От пуза. И возвращаемся в домик. Будем пережидать бурю. Потому что мы сейчас не будем запускать сканирование. Иначе у нас все, все пойдет не так, как нужно. Посидим, попьем, посмотрим немножко под водой, как тут все устроено. Ну вот под водой классно сделано, на самом деле. Синеватая вода такая интересная. Так, ну в общем все. Я думаю, мы напились, наелись. Возвращаемся. Но буря без молний, поэтому в принципе опасаться нечего. Мы спокойно пересидим. Кстати, а это что такое кукуруза? А кукуруза, это что кукуруза? Ее можно есть? Да, смотри, ее можно есть. А, тогда давай затаримся кукурузкой. Она у нас пойдет тоже в зачет, я думаю. Может вместо тыкв каких-нибудь. Еще надергаем ее побольше. Может костерок сделаем, но сейчас особого смысла в этом нет, потому что дождь зальет. В принципе еще пока не буря, в общем-то так терпимо. Вот это место, где нам нужно будет сканировать. Кроличек, извини друг. Ну ладно, катись, в принципе опыт мы получили. Все, катись отсюда, как говорится. Камешки кислородные собираем. Вот такая вот мини-избушка получилась. Метр на метр, да? Но тем не менее, друзья, хватит, чтобы бурю переждать спокойно. Понаблюдаем в окошке и давайте разберемся там с едой, что у нас и где. Сырое мясо. Я не думаю, что оно мне нужно, если честно. Давайте сейчас съедим вот так, вот так и проверим кукурузу. Даст ли нам здоровье? А вот и нет, а вот и нет. Кукурузка здоровье нам не дает, да? У нас еще баф от арбуза пока длится. Но это арбуз я сейчас ел, потому что были у меня проблемки тут с водой во время строительства. Блин, как же круто. Так же это выглядит круто. Но по идее домик наш не разрушается. А, разрушается, да? Смотри, интересно. Чисто крыша, да? Пока что разрушается. А какими мы ресурсами чиним, интересно? Не знаю, непонятно. Починить молоток можно за дерево, хорошо. Я не знаю, мне кажется, это лучшая атмосфера, которую я видел в играх. Вот особенно в выживалках. Да, атмосферных игр мы с вами посмотрели немало, но выживалки с подобной атмосферой, друзья, это нечто. Настоящая буря, прям вот полное ощущение, полное погружение. Интересно, а до какой степени это будет ломаться? Потому что, смотрите, дальше 800, это не идет. Давайте замониторим. Может быть, нет смысла колотить так судорожно молотком. Хотя бы сейчас пройдет вот эта основная буря, да, и мы с вами... А, разрушается, смотри, жесть какая. Прям ломается реально дом. Офигеть. О, волчок, 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 подожди. Давай, ладно, черт с тобой, не хотел помирать, нормально, иди сюда. Уснул меня, да, гаденыш? Хорош, тебе лестницу мою ломать. Что, зверел, что ли, волчище? Слушай, сейчас бы волк меня забрал. Наверное. Но рану не повесил, это хорошо. Это очень хорошо. Но, тем не менее, покоцал немножко, да? Мою лестницу, гад. Давайте проверим, насколько выносливость израсходована. Да ничего страшного. Насколько он покоцал лестницу. Ну, достаточно, чтобы ее чинить. Нужно было. В общем, все, да, у нас с вами все отлично. И мы, наверное, будем сейчас спать, я думаю. Я не пойму, за какие ресурсы он чинит. Просто, просто вот потому, что молоток этот в руке, да? Или какие-то ресурсы все-таки кончаются. Ну, ладно, напишите в комментариях, пока как-то вот я на экране не вижу отображение стоимости починки. Все, уже 6 часов, можно спокойно ложиться спать. Только у нас снова с водой проблемы. Так, а где мой спальник, простите? В смысле, а где спальник? Я же его поставил сюда и сделал точку возрождения здесь. Подожди, а спальник... Спальник сломался? Да ладно? Серьезно? Скорее всего, потому что окон, да, не было. Блин, вот это жесткачь на самом деле. Ладно, давайте сейчас тогда сделаем окна. Я просто специально не стал делать для того, чтобы было, ну, все как бы видно. Красиво. Того же волчка, например, можно было бы забрать, да? Через окошко. Но да, получается так, что окна здесь нужны. И спальник тоже. Ну, тогда ставим окна, друзья. Мне писали об этом в комментариях, что якобы если дом без окон, то оборудование... А, блин, надо было три окна, а да, не четыре. Оборудование, которое стоит возле окон, вроде как будет получать урон. И, видимо, по этой причине я свой спальник сейчас профукал благополучно. Потому что я точно его устанавливал, это сто процентов. Тогда давайте еще раз это сделаем. Ну, а здесь получается все возле окон тут. Как ни крути тут абсолютно все возле окон. Удерживайте, чтобы задать точку. Задали. И давайте спать. Как выяснилось, друзья, спать можно только рядом с активным костром. Пришлось еще и костерок здесь забабахать. Так, у нас идет опыт, да, как я понимаю. Хорошо. Берем. В общем, много нюансов, к которым надо действительно привыкать в этой игре. Но это интересно. Интересно. Не скрою. Все вот эти вот моменты. То есть нужен обязательно костер, да, иначе не получится перемотать время на утро. Ну, а коли у нас есть костер, давайте мы тогда с вами, наверное, закинем на жарку все вот это вот мясо, которое у нас тут имеется. Пускай жарится потихонечку. Интересно, а можно ли кукурузу приготовить? Есть она тут в списке? Да, она в списке есть, и она в готовом виде явно лучше. Хорошо. Что у нас по еде? Вроде как пока ничего не нужно. Волк, да? Смотри. Волчонок, ты что там подзастрял, дружок? Ну иди сюда. Хорошо. Ты мне пригодишься, брат. Пока еще будет темновато, друзья. Сейчас нужно будет немножко покопошиться, чтобы пришло солнышко на эту сторону. Потому что, блин, несмотря на то, что 7 утра, очень темно. Кстати, я, по-моему, да, кости не забрал. Давайте-ка посмотрю, сколько стрел. 53 стрел очень много. Ну что, делаем, наверное, еще один спальник. Пускай будет у нас в запасе. Но видите, как все по-хитрому. Спальник нужно только на убежище размещать. Точнее, в убежище, да? Есть у меня мысль, что можно, например, выдолбить вот в подобном камне какую-нибудь... Такую пещеру маленькую и туда поставить. Возможно, это сработает. Вроде как я где-то читал, что подобная фишка работает. Так, ну что ж, друзья. Сейчас огребем, наверное. Не знаю. Давайте пробовать. Сканировать. Как это делается? А, вот так. Хорошо. Дальше. Нажмите для действий взаимодействовать. Хорошо. Станция активна. Станция активна. Кролик опасный подгребает ко мне. Если что, бежим туда, где я выдолбил себе ступеньки на камне. Может быть, это спасет мою жизнь. Я, правда, не знаю, кто придет. Написали, что придут. Во время сканирования. Блин, страшно. Что-то, пока никого. Тихо, 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 тихо. Кто-то рычит. Кто-то рычит. Где? Я прям реально рык слышал. Настоящий. Жесть. Подожди. Подожди, дожди. Да по-любому это был рык. Подожди, давайте-ка мы сейчас с вами рыбы. И овощей. А вот эта штука, по идее, не дает бафа, да? Или дает? Нет, дает, дает. Мы съели ее. Здоровье увеличилось. Короче, нифига непонятно. Ну ладно, пошли за приключениями. А что? А что обламываться? Вот они, вот они, опасные олени. Пришли опасные олени. Да не-не-не, вот там кто-то рычит по-любому. К бабке не ходи, там кто-то рычит. Как нам это выяснить? Не знаю. Достаточно темно еще здесь в тени. Ну как выяснить? Как выяснить? Пойти туда и посмотреть. Я боюсь, что я просто сейчас на панике не смогу на камень запрыгнуть нормально. Поэтому прям очень боюсь. Но там рык, там рык медвежий, друзья, по звуку, по-любому. Это не волчий рык. У медведя он такой своеобразный. Малыш, извини. Так, кстати, олень, а нет, олень, вот он. Сейчас мы сканер проверим, потому что вот я как чую. Сейчас полезу проверять сканер, кто-то прибежит, меня запорит. Тихо, тихо, волчара. Волчара. Давай, закусимся с тобою. Все. Волк приходит сюда, 19 уровня. Да нет, там медведя терчал, по-любому. Еще волчара, смотри. Ну давай, давай, иди сюда. Иди, давай. Волк, волку, волк. А, волк, волку, волк. Вконтакте так часто пишут. Рану не посадил? Нет, но здоровье, кстати, отнимает. Волчок отнимает порядочно здоровье, на самом деле. Они, получается, на тушу идут, да? Которая здесь лежала. О, ножичек сломался. Починить. Костей что-то у нас, короче, очень много, мне кажется, да? Заготовили там что-то в промышленных масштабах. 100, 200, 300, что-то очень много. Так, ну ладно, ладно. Давайте-ка мы вот сюда с вами. Заглянем на разок. Насколько быстрые медведи? Вопрос. Наверное, очень. Насколько быстрый я? Не очень. Наверное. Ну, в общем, даже если кто-то приходил, то этот кто-то уже, скорее всего, ушел. Либо это волки. В общем, как говорится, одно из двух, да? Либо так, либо так. Пойдем проверим сканер наш. По идее, он уж должен был, наверное, все там сделать. Нажмите взаимодействовать. А, нет, подожди, он ничего не сделал, что ли? Так мы же уже сделали это все. Нет? Блин, там арбузы есть. А, хорошо, пора двигаться дальше, смотри. Ну, хорошо. Как его, забирать нужно? Да, подобрать. Ну что ж, неплохо. Мы с вами отсканировали первую точку. И это здорово. Морковочку заберем. По-моему, морковочку нужно обязательно готовить, иначе она не дает бафа. Вроде бы. А вот здесь были... Да, здесь были арбузы офигенные. Берем. Серна 12 уровня. Ладно. Так, пойдем, к костру подойдем. Что-то еще тут я вижу. Соберем сейчас морковочку. Это, кстати, что такое? Пшеница. Короче, непонятно. Ладно, неважно. У нас там кукурузка должна была уже пожариться. А костерок, кстати, потух. Но это мы сейчас, ладно, исправим. Да, кукурузка, блин, пожарилась бы, если бы это все дело горело нормально. Лучше топить, наверное, чем? По-хорошему, лучше топить не палками, а деревом. Да, у нас, получается, ничего особо не пожарилось. Давайте, ладно, мясо заберем. Забираем вот это. Блин, что-то по-любому надо выкинуть. Что-то у нас очень много барахла с собой. Кожи, в частности, прям и костей. Чрезмерно много. Давайте по пачке выбросим. Ничего страшного. Это мне не очень нужно. Ну все, наверное, да. Давайте затушим костер. Может быть, когда-нибудь сюда мы с вами придем. Кукурузку последнюю забираем. А, она, кстати, не забирается. Да, не помещается. Можно прям отсюда ее съесть, да. Все. И мясо кусочек. Последовательность, да, у нас не получилось соблюсти. Но это ладно, ничего страшного. Так, это арбузики? Арбузики, хорошо. А еще есть? Нет. Все. Погнали дальше. Определенно приходили медведи. Я в этом почти уверен, но ладно. Не встретились мы с ними. Я думаю, что это даже к лучшему. Потому что, если бы встретились, возможно, это кончилось бы очень плохо. Для медведей, конечно же. Вы думали, для меня, что ли? Конечно, нет. А что-то мясо не съелось, да, потому что у нас только три ячейки получается. Вот это и значит, наверное, место в желудке, да? Только три ячейки. А куда я ломанул, если я точку даже не поставил? Давайте поставим сюда точку. Блин, далеко так-то, потому что мы к этой точке-то шли. Смотри. Какое-то вообще маленькое расстояние. Тихо. Ты кто? Мишутка. Мишутка. Ты чего? Ты чего тут делаешь, Мишка? Родненький. Родненький Мишуточка. Ты какого черта-то полез за мной? Какая жесть. Что происходит, блин? Зачем игра ты так делаешь? Я мокрый весь сижу уже. Ой, жесть какая безумная. Не, ну я говорил, что для медведя это плохо кончится, друзья. Я-то не врал. Ну это безумная жесть, блин. Нет, не надо так делать. Больше игра, пожалуйста, не делай так. Я прошу тебя. Хотя это тактика. Ты-то куда лезешь? Иди ты отсюда. Лупоглазка проклятая. Уснула что ли у меня? Да ладно. Добрый день. Не-не-не, я против вот такого появления первого знакомства. Я хочу как? Я хочу сесть на камень. Взять лук. Все, чтобы Мишка подошел. Склонил голову. А я весь такой красивый молодец. Ему натрепал. Что, опять меня кусает, что ли? Красным экран, помигивай. Слушайте, ну это было, да. Это было прям круто. Это было круто так, как вот все в этой игре сделано. Серьезно. Кстати, я давненько не заглядывал, что у нас с оксидом. С оксидом у нас полная же. Что, выбрасываем еще кожи. Оксид у меня есть, кстати, вот здесь. Берем. Сколько мы прошли? Ох, блин, да топотать нам дофига на самом деле, друзья. Так-то. Давайте по возможности арбузики собирать. Будем потом пить. Пить арбузы. Ну, немножко еще давайте продвинемся. Хотя вот если еще подобная встреча, друзья, я отъезжаю. Я чувствую, Миша мне вряд ли позволит вот так вот красиво с ним разобраться. Ну, кстати, это тактика, да? Заметили? В воде. Хоба. И спокойно. Мишку забираем. А там у нас волчок, да? Не получилось, стелс. Ну ладно, не важно. Волк, да иди ты в баню. Я тут с Мишкой разобрался только что. Так что ты-то мне уж точно не страшен. Дружок-то мой серый. А, проблема, знаете, в чем, друзья? Проблема в том, что мы ушли. Да, но мы ни к чему не пришли в том плане, что до точки далеко. Буря может начаться в любой момент. А нам нужно какое-то жилище по-хорошему. Куда-то нам нужно спальничек поставить. Давайте попробуем, может быть, жилище себе выдолбить в скале. Сейчас немножко соберу вот этих камешков. Что-то они как-то резко закончились. Я и не смотрю в ту сторону вообще. Бегаю себе, прыгаю. А кислородные камешки уже давно закончились. Вот так, на самом деле, не уследишь, и все. И привет передавай. Кстати, а вот это, по-моему, сера. Мне про нее рассказывали в комментариях. Дайте посмотреть. А, это золотая руда даже. Ничего себе, как интересно. Это, оказывается, у нас золотая руда. Еще немножко ковырнем. Сколько у меня там есть? 26. Давайте еще чуть-чуть. Или, знаете, друзья, я думаю, что мы, наверное, сделаем как. Мы сейчас тормознем в этом месте. Я сооружу какую-нибудь избушку, может быть, или что-то такое придумаю. На быструю руку, так скажем, да. И мы уже со следующей серии с этого места с вами рванем. Может быть, я выдолблю вот здесь вот сейчас в камне себе такое жилище. Попробую, как это работает. По идее, такая механика в этой игре существует. Можно выдолбить прямо в скале и там поставить спальник. Заодно я проверю, как это работает. Ну что ж, друзья, тогда на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите. Советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok